коллеги добрый день сегодня такой необычный эфир диалоги о ритейле находится в булково рядом со мной генеральный директор леонид сергеев леонид здравствуйте для меня действительно некоторым удивлением является но действительно ритейл у нас проявляется в разных вариантах и конечно же аэропорта это не исключение и сегодня мы поговорим о том как здесь развивается ритейл и не только ритейл еще поговорим о хорике естественно это достаточно большой объем продаж здесь и в целом трафик работает на разные задачи для покупателей и еще один момент вообще полюбопытствуем как это устроено как это делается и почему леонид в частности ваша команда достаточно много уделяет внимание именно ритейлу давайте на старте чуть-чуть о самом объекте что он из себя сейчас представляет такие ключевые параметры для того чтобы наши зрители поняли где мы находимся и с чем сейчас обладает спасибо пулково в этом году стал третьим аэропортом страны то есть шереметьево домодедово и мы номер три для нас это большое достижение сам по себе пулково является уникальным достаточно объектом во первых он находится в городе который по своей туристической привлекательности очень много раз занимал первое место и в мире и в стране точно и мы видим что пассажиропоток который несмотря на все события которые происходят там к виды или что-то еще стабильно показывает рост вот в итоге у нас есть стабильный пассажиропоток и это позволяет нам работать и функционировать достаточно стабильно изначально это проект работает по соглашению государственное частное партнерстве соответственно у нас очень плотная связь с городом и поддержка от города было вложено в этот проект миллиард 200 миллионов евро соответственно это целый комплекс инженерных так скажем и торговых сооружений которые работают как единое целое что является особенностью этого аэропорта я бы отметил две вещи первое у нас две независимые взлетно-посадочные полосы это означает практически безлимитное количество взлетов и посадок да и аэропорт может развиваться очень долго находясь на вот таких это лучшая комбинация которая есть а второе это то как он расположен то есть терминал находится в серединке соответственно это очень удобно по логистике для авиакомпании и для пассажиров тоже вы в максимально короткий срок попадаете туда куда вы хотите попасть вот это особенности исходя из того что мы делаем у нас всегда есть четкое понимание точек роста и почему мы с вами сейчас будем вот говорить на эту тему на про ритейл и про хорику что в аэропорту это все супер концентрировано но это точка роста если понимаете что для того чтобы авиакомпании летали нормально тарифы должны быть нормальными да и соответственно ты не можешь все перекладывать на пассажир или на авиакомпанию поэтому не авиационная коммерция который подавляющую часть составляет как раз ритейл и фнб мы называем так или хорика да это наверное та часть и которая является для нас наиболее важной с точки зрения потенциальных доходов сейчас и в будущем вот кроме того обычные аэропорты называют монополиями но аэропорт это не что-то и такое одно внутри аэропорта находится 12 индустрий 12 отраслей и соответственно вот эти вот 12 отраслей если ты понимаешь и смотришь на рынок то ты понимаешь что в этих отраслях происходят тектонические сдвиги да вы видели что произошло в банковской системе например да то есть все в онлайне офисов меньше и так далее да если мы смотрим про допустим ритейл да то есть очень много онлайн очень много предложения большого там в городе соответственно если вы хотите конкурировать в в аэропорту по товарам или продуктам значит не глядя ни на кого у вас не получится то есть человек никогда рублем не проголосует если же вы берете все эти тренды и используете все что снаружи и выбираете сами для себя будете вы как лучше как второе как третье место в зависимости от того насколько она добавляет с акционерной стоимости компании то вы получаете абсолютно безграничные возможности соответственно то что потом мы будем видимо позднее более детально разговаривать я приведу несколько примеров до которые показывают что между хорошим и плохим разница колоссальная а вы не очень давно присоединились команде пулкова сколько лет три с половиной года как раз 2019 год попали во всей истории которые сейчас ну скажем так дестабилизирует особенно аэропортом как некоторые не работают до сих пор да вот какой сейчас средний пассажиропоток аэропорта пулкова и какой трафик вы можете предложить уже конкретно ритейл да значит по пассажиропотоку рекорд пулкова был девятнадцатом году это было девятнадцать шесть десятых миллиона пассажиров на сегодня мы заканчиваем год 18 2 разница в том что в девятнадцатом году у нас было 12 миллионов россиян и в этом году это будет цифра 16 и мы даже думаем ближе к семнадцати то есть это приростом плюс 35 там 40 процентов то что касается международки она была 7 миллионов стало 2 и 2 вот если это падение на 70 процентов значит с точки зрения максимального пассажиропотока в течение дня максимальная цифра которая у нас была летом где-то в районе 73 тысяч но в лучшие времена и в принципе мы знаем что она достигает и 80 тысяч в день вот обычно надо наделить эту цифру аэропорт считают и прилетающих и улетающих но в аэропорту есть чистая зона это когда у вас предполетный досмотр вы уже прошли и грязная зона где до предполетного досмотра и каждая из этих значит зон имеет свои особенности значит в грязной так называемой зоне не только вы а встречающие провожающие и сами мы то есть к четырем тысячам сотрудникам аэропорта у нас вокруг нас работает еще 8 тысяч человек то есть всего на территории вокруг аэропорта находится 12 тысяч человек если вы говорите про вылетающих есть внутренние линии есть международные отличие для торговли между внутренним международными в международных разрешается продажа алкоголя и табака соответственно чек и ценник всегда будет повыше вот но при этом если вы смотрите по объему пассажироперевозок то понятно 16 миллионов во внутренних линиях и там два и два значит международных говорят о том что вы все равно должны распределить вы можете заработать и там и там если вы дадите то что люди хотят получить но это ключевая задача действительно сделать так чтобы человека было понятно и зачастую счет найти экономно в каких-то моментах потому что если мы говорим о недорогих полетах то конечно покупать за 500 рублей воду это не то удовольствие с какую часть площадей аэропорта занимает ритейл и ресторан бизнес да вот что в итоге сколько в терминале торговых объектов сейчас да это тоже интересные цифры потому что аэропорт на самом деле это такая супер концентрированная все соответственно у нас 12 с половиной тысяч квадратных метров отводится на торговлю из 160 тысяч то что составляет весь терминал ну 160 там 108 зависимости от того какие в этом здание считаете то есть по сам по себе процент не супер большой но продажи которые происходят у нас из-за концентрации пассажиров они среднем в три раза больше чем то что происходит в обычном торговом центре соответственно наши 12 с половиной на это эквивалент ближе к 50 тысячам при этом это продажи как бы особые вы знаете что иногда человек может покупать допустим жвачку да у нас люди все-таки покупают и полноценную еду они покупают полноценные товары и поэтому средний чек гораздо гораздо выше поэтому если пересчитать по чеку по среднему наверное мы будем ближе к 100 150 тысячам квадратных метров торгового центра не однократно уже упомянули не авиационные доходы то есть авиационный и не авиационный как они разделяются вот в процентном соотношении что является для вас плюсом что ну вот к чему вы стремитесь вообще мы стартовали с 80 на 20 80 процентов это все что авиация платила самолеты авиакомпании вот и 20 процентов была не авиационная коммерция не авиационная коммерция она включает себя не только retail fnb она включает также в себя бизнес-залы она включает себя парковки и плюс всю концессию из тех людей которые здесь работают например топливозаправщики или кейтеринг то есть в любой человек который попадает в инфраструктуру аэропорта куда вложили миллиард 200 миллионов должен заплатить деньги для того чтобы пользоваться этой инфраструктурой а мы смогли отбить инвестиции акционера ну вот что для нас хорошо в мире считается очень крутой результат когда у тебя не авиационная коммерция то есть все вместе составляет где-то порядка 40 50 процентов у нас хорошая новость состоит в том что мы подняли процент с 20 до практически 30 и это прирост 1020 это 50 процентов прирост это за три года да и особенно прорыв у нас как ни странно будут в этом году то есть мы подняли отдачу с квадратного метра на 65 процентов то есть нас каждый квадратный метр стал генерить больше на 65 процентов чем генерил в прошлом если торговый центр смотреть есть аренда есть еще консессионная если я правильно понимаю платежи как у вас устроено сейчас взаимодействие с вашими арендаторами и как вы строите совместный бизнес да у нас есть минимальный гарантированный платеж но он небольшой и у нас сознательная политика что мы за процент от продаж соответственно мы берем концессию или комиссию со всех продаж которые делает арендатор значит сама эта концессия делится по своему уровню в зависимости от того и в какого в какой зоне вы находитесь зоне высокого трафика или зоне нишевой но на самом деле на эти все вещи такие же ответы есть как и в классическом торговом центре да если у вас нишевая какая-то или малопроходимая зона вы ставите туда то что люди знают да то есть это fast food и он там точно так же хорошо продается как и в торговом центре либо же вы ставите нишевые какие-то бренды которые известны или какие-то концепты до которые люди хотят найти или найдут потому что они это видели в городе так далее поэтому мы в основном разделяем с арендаторами все плюсы и все минусы значит также у нас есть обязательно требования к уровню инвестиций и это связано именно с тем что мы конкурируем с городом и мы конкурируем с онлайном соответственно концепты должны постоянно обновляться по своему дизайну минимум там раз там в два года вы должны что-то точно менять вот и вы очень сильно должны следить за трендами сезонности да то есть все что у нас есть по еде должно отслеживать сезонность если появилась клубника в краснодаре должна появиться здесь появились дыни в узбекистане должны появиться здесь то же самое с fashion а если вы продаете что-то парфюмерии косметики или там допустим каких-то вещах они должны следить за трендами люди в аэропорту покупают только то что современное никто ничего уцененное так далее это здесь не идет история здесь все про то что современные современные соответственно вот на это есть нагрузка еще особенность такая что почему называется ритейл допустим в аэропорту не ритейл отрывал ритейл потому что добавляется классическая схеме дополнительные товары по существу проведя анализ что покупают люди или можно продать в течение 15-20 минут именно столько времени на саму сделку происходит вам должны еду принести за 15-20 минут вам должны закрыть сделку по если вы покупаете что-то в магазине за 15-20 минут люди должны вот ну арендаторы должны уметь уметь это отрабатывать вот это умение еще накладывается на пике то есть у нас в течение дня 5 пиков когда очень много пассажиров и если вы не умеете выстраивать комбинацию человека который продает который потом продает не только смысле забирания денег а смысле объяснения почему это для вас подходит или пояснение ответы на ваши вопросы то вы никогда товар нормально не продадите ни в одном месте соответственно вас первое значит привлекают то эту выкладкой которая есть в этом мы отличаемся от онлайна это хорошо вы сразу же можете увидеть все что есть вам не нужно скрини скролить там по телефону второе это кассы то есть если вы увидите на кассе очень много людей да у вас есть какие-то другие еще потребности вы стоять не будете соответственно вы должны либо добавить персонала на кассах либо должны использовать онлайн форматы или онлайн касс вот когда вы это добавляете вы делаете путь пассажира бесшовным да то есть он практически безбарьерно проходит и у него нормальные как бы эмоции тогда он может совершить не одно а две покупки он может совершить покупку и в ритейле и в фнб в принципе конверсию которую мы получили в аэропорту она считаем одна из самых высоких наверное даже и в мире у нас каждые семь человек у нас покупают из 10 7 из 10 да то есть 70 процентов конверсии это очень хороший результат ну и видим по отдаче как бы от квадрата да то есть у нас нет такого чтобы что-то где-то там лежала не продавалась тогда у нас получается пространство она двухуровневая да то есть у нас есть первый этаж и условно третий то есть у нас как бы но есть прилет и вылет да то есть прилет это как правило на первом этаже соответственно вы когда приходите у вас практически вы очень быстро проходите все что там есть да и вы выходите в зал где встречающие провожающие находятся люди там естественно концепт настроен на вас то есть ваши потребности и тех кто там стоят соответственно из-за этого вот удался очень концепт допустим магнит сити да то есть они поставили его они попали не в десятку я это по-другому называю вы помните знаменитая вещь когда все выясняли кто самый крутой лучник да то есть один попал в десятку а робин гуд попал в стрелу того который попал десятку вот это магнит вот но а другие как бы коллеги которые вокруг у нас было большое опасение будет ли камни каннибализация ничего не произошло вообще то соответственно они поймали свой трафик и свою как бы потребность у человека который прилетал а все оставшиеся люди которые работают рядом значит концепты еды или значит ритейла стали продавать не меньше это очень важно устроить таким образом чтобы комплементарно совершенно верно да это работает можно было комфортным образом распределять между арендаторами а все-таки если говорить про некие там условия специфические все-таки не просто работать даже вот сегодня все-таки испытала момент что дополнительная пропуска там еще что-то ведь операционно работать в аэропорту сильно сложнее вот таких вот вещах вот здесь когда вы приглашаете арендаторов вы какие-то моменты для себя проверяете что вот с кем-то вы однозначно не сможете работать я бы разделил вообще этот вопрос как ни странно на две вещи первая про пассажира да то есть у нас есть философия про пассажира как он попадает в аэропорт да то есть логистика и основная концепция что вы должны сделать ее бесшовной и очень короткой то есть если человек средний приезжает два два с половиной часа до вылета да то соответственно он должен пройти все процедуры технологического характера за 30 40 минут то есть если у него не остается 40 плюс минут 40 плюс 1 минута он не сделает покупку от слова совсем значит соответственно ваша задачу эту логистику сделать начиная от въезда на шлагбаумы прохода досмотра регистрации и всех этих вещей и вы должны видеть очень хорошо по навигации то есть все должно быть максимально упрощено максимально понятно и мы используем концепцию которая была в принципе хорошо применена и в олимпийские игры в чемпионат по футболу когда есть помощники на с кого вы можете спросить то есть мы студентами значит и агентами гостеприимства добавляем вот это сопровождение соответственно практически всегда вам помогут агентами гостеприимства да 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 это у нас это в пиковые нагрузки в основном в пиковые нагрузки у нас приходят и руководители туда они точно так же смотрят и помогают фильму потому что если мы не создадите атмосферу эту покупатель потом покупать не будет это проверено мы стали в двадцатом и в девятнадцатом году первыми в европе по качеству вот и в принципе это все сохранилось и сейчас да то есть вежливость и гостеприимство это номер раз это для пассажира значит то что касается арендаторов арендаторам важно понимать сколько чего завести чтобы не пропало да и они должны знать цифры как глобальные погоду какой мы прогнозируем пассажиропоток так и конкретные данные дня более того они должны иметь аналитику которая говорит о как оно было перед этим да чтобы прогнозировать и планировать правильную рабочую силу и значит ресурсы которые они завозят эту аналитику мы им все предоставляем у нас и специальная программа которая контролирует и отслеживает все эти данные и мы этими данными полностью делимся с арендаторами плюс у них есть своя да как бы значит аналитика когда они это знают они могут правильно рассчитать значит сколько им нужно привести дальше досмотр в аэропорту одинаковый для всех да и все кто сюда приезжают за приезжают не только арендаторы но у нас вот работают службы технического этом поддержки самолетов до или там еще какие-то коллеги которые находятся на перроне соответственно все досматривается но к этой процедуре все очень быстро привыкают вот они понимают какие часы удобнее всего приезжать в каком формате должны быть палеты или товар у кого укомплектован чтобы его проносить и так далее плюс им даются небольшие помещения подсобки где они могут хранить переходный вот этот запас до буферная зона все кто здесь работают из-за того что здесь оборот в три в четыре раза больше зависимости от вашего там у дальше и удачности вашего концепта они с радостью все это принимают потому что здесь нет проблемы с тем что был потребитель есть проблема с тем насколько ты креативный чтобы допродать вот это под эти объемы все адаптировались ни разу не было никаких таких вот случаев когда кто-нибудь пожаловался проблема с пропусками конечно с рабочей силой то есть должен договориться с рабочей силой и девчонками значит и парнями которые работают в магазинах до чтобы они все-таки были достаточно стабильные на потому что пропуска получать долго вот их всегда проверяют да то есть проверяют от и до и когда они что попадают это в принципе идеальные насчеты люди вот поэтому лучше бы их не терять если они еще и улыбаются то этот двойной успех какие сегменты ритейла и хорики максимально доходная и вот как аэропорт влияет на ассортимент ритейлеров что вы там условно рекомендуете не продавать или наоборот то может быть подсказываете что значит аналитику мы смотрим по городу и по миру вот у нас есть данные мы представляем примерно как продается значит все это как бы и в международной и во внутренней зоне соответственно по ассортименту мы с арендаторами договариваемся на берегу вот главное то чтобы он был современный отвечал как бы требованиям современным да и вторая часть это его презентация то есть выкладка которую вы делаете это и есть любовь с первого взгляда у нас нет такой системы когда вы можете человека перед аэропортом значит запрограммировать на то чтобы он что-то купил человек принимает решение здесь и сейчас соответственно это импульсные покупки для импульсных покупок вы должны систему навигации разработать вы должны себя очень быстро идентифицировать для пассажира и очень быстро помочь ему утвердиться что то что он увидел так оно и есть при этом самая сложная вещь для арендаторов это постоянные изменения у нас летят в течение дня и люди которые летят по бизнесу в москву у нас летят люди которые туристы в москву нас летят люди мой родной екатеринбург или сургут там и если вы не адаптируете свою продуктовую матрицу за счет цифровых экранов где вы что-то показываете или перепищение товара вы не сможете много продавать соответственно здесь нужно постоянно изменять то есть изменять как бы с то что вы кому коммуникации как вы делаете коммуникацию начать с клиентом используя ту инфраструктуру которую вы поставили соответственно вы должны достигать эффекта онлайна в офлайн инфраструктуре и вот эта система трансформера наиболее как бы сложная но если вы ее ловите и учитесь как это делать например международки мы делали зону предупаковки мы знали что китайцы покупают пять значит товаров и мы выкладывали это все сразу же то есть мы знали что они там берут коньяк иксо там значит аленку шоколадку и так далее это все было выложено в удобные для них вещах они заходили и не бегая по магазину это все набирали после этого они говорили так что еще есть в итоге вы к обычному чеку который вы знаете стопроцентно вы добавляете еще продажи точно также работает практически на любом пассажире у каждого пассажира есть свои какие-то значит понятные для него схемы чем больше арендатор вот это все дело ловит до тем больше его продажи и выше чек у нас есть уникальные примеры когда норма для нас является 65 тысяч рублей с квадрата соответственно когда они заходят они знают если меньше не надо сюда приходить да но есть исключение какие-то зоны мертвые зоны но в принципе выше и у нас есть люди которые по 300 тысяч до зарабатывать с квадрата в месяц поэтому вот ты должен вот в этом как-то навигировать мы всегда объясняем какие есть хорошие примеры плохие примеры и арендаторы могут ориентироваться единственное отличие которое есть все-таки есть также как морском бои до пяти палубные корабли там трехпалубные однопалубные то есть у вас есть концепты больших якорных арендаторов да и мы знаем где якорность работает например в ритейле лучше сделать якорного якорный магазин через который все проходят до называется в округа если же вы берете еду лучше по принципу германии 5 равномерных значит там за счет городов то есть там каждый концепт самостоятельный он абсолютно как бы такую не и вы потом если чек что-то не совершила не додумался все-таки потратить деньги вы в галереях выставляете там крошку картошку значит там пиццу и вендинговые аппараты то есть человек доходит и соответственно в каждом месте должна быть своя какая-то там концепция но это все объясняем на входе в обычной стороне экономика работает так есть столица да и там много как бы денег много бюджета это как будет отдельная история германии 5 городов они примерно равномерной по экономике соответственно когда мы смотрим на ритейл нужно одного якорного большого и он должен вот все 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 забрать и обязательно через него нужно пройти если вы берете еду или рестораны то они должны быть каждый равномерно независимые и одинаково сильный да то есть там нельзя создавать вот это вот неравенство как бы мы это проверили это уже работает единственное люди которые предпочитают допустим совсем какой-то эконом вариант или хотят что-то на бегу да для них конечно вы выставляете такие переменок вещи которые перемещаются можете выставить там красивую телегу венинговый аппарат или там концепцию которая дает вам возможность но меньше потратить денег потому что мы должны учитывать абсолютно все весь рейндж покупательные способности пассажира и его как бы преференции да потому что кто-то экстраверт кто-то интроверт да кому-то хочется взять там кофе и сэндвич и куда-нибудь в углу значит там переку кому-то хочется сидеть в середине значит бокалом вина значит и чтобы кругом был хорошо свет расположен насчет света мы можем много разговаривать у меня сейчас было много поездок в рамках экспедиции и как раз в некоторых аэропортах очень грустила смотря на арендатором которые к сожалению совершенно не работает со светом особенно это в торговых центрах очень часто видно где на контрасте и конечно когда яркие заметные объекты которые прямо светом сами затягивать себе опять же там эффект белого ковра тоже нельзя допустить но все таки на эту тему скажу мне очень нравится гор я люблю горы я люблю горные лыжи и люблю весну в горах вот как горы работают да это же высоко и разреженный воздух соответственно вы видите те же самые цветы они пахнут три раза сильнее да значит они ярче там в полтора раза потому что иначе до них не долетит пчела которая забралась на эту высоту в аэропорту ровно точно так же то есть если вы не сделаете дизайн своего места которое будет ярче но при этом это не должно вот так вот как что вообще да это должно быть очень так спокойно заходить почему так происходит человек приходит в уровню со стрессом определенным до в аэропорт у него есть естественным способом стресс перебить этот стресс можно ну как говорят есть три значит метода да это еда значит спорт и секс значит мы можем предложить значит еду поэтому надо это все делать в таком формате чтобы человек это заметил переключился и вошел в другое состояние вообще в идеале в аэропорту должно быть точно так же как либо в диснейленде либо в казино здесь должна быть сказка если вы эту сказку создаете сказка должна быть сезонная да то есть зимой у вас там про елку-морозку и 12 месяцев значит да летом наверное про маша и медведя вот если вы этого не делаете то штука не работает совсем вот если говорить все-таки про бренды которые вы сейчас выбираете в арендаторы как как-то за три года изменился подход к выбору как вообще меняете по каким причинам вы выводите но отказывается коллегам которые ранее там работали но не стали достигать необходим показатели или там не стали ориентироваться не стали соответствовать вам вот как вы это делаете ротацию сейчас мы поменяли 60 процентов арендаторов начиналось это все немножко болезненно да потому что мы сказали что мы конечно можем порекомендовать какие-то вещи то что мы знаем но из-за того что рынок постоянно меняется вы сами должны смотреть и сами меняться вот если мы потом где-то найдем что-то лучшее вы об этом не рассказали или не объяснили почему вы это не делаете да то у вас есть расторжение за три месяца и как бы это все закончится плохо вот и те 40 процентов которые остались они доказали что они могут меняться так часто как меняется рынок вот те которые пришли новые к счастью мы угадали практически со всеми форматами может быть не угадали в ноль целых 005 но мы всегда даем возможность прижиться да как бы мы даем возможность раскрутиться вот соответственно для нас самое главное это устойчивость а устойчивость имеется ввиду финансовый результат не должен арендатор после наших концессии попадать на какие-то убытки это все начинается потеря качества и много чего потеря вот соответственно когда люди приходят изначально перед тендером еще мы показываем мы вводим по терминалу объясняем где что как работает объясняем пиковые часы объясняем пиковые сезоны объясняем как меняется значит сезонность по допустим по продуктам или там по фэшену да и если человек понимает что он может в этом ритме как бы функционировать и постоянно меняться и привносить то мы запускаем потом мы смотрим какой-то период значит как она работает если он вышел за 65 молодец значит если он ушел месяцев ну мы обычно смотрим ну там два-три месяца да там и потом еще зависит от того когда все-таки люди стараются все очень грамотные мы им объясняем что если ты попал перед летом ты за три месяца сгенерируешь примерно столько же сколько за оставшиеся поэтому лучше тебе всю реконструкцию сделать до лета и то же самое получается немножко более растянутый зимний период когда начинается новый год потом праздники еще каникулы и так далее то есть лет она по подрастянуть и но тоже насыщенная соответственно все у нас мероприятия также как и наши сотрудники в отпуска происходит там по весне там в полтора-два месяца и по осени а все остальное время как бы вы должны работать и качать соответственно как бы мы смотрим если она все работает молодец да естественно мы не будем менять даже стоят там плохие результаты в лето потому что я не смогу ничего построить на этом месте для меня лучше тогда плохой результат чем никакой но по концу лета в принципе не нужно ничего объяснять но у нас таких честно говоря нет то есть все кто один раз попали сюда их отсюда уже никакими коврижками может быть и хотелось бы иногда поменять что-то новенько а кстати а к вопросу о том же ну вот вы сказали что за три года вы там 60 процентов поменяли а еще пространство есть для того чтобы новые проекты приходили вы знаете это очень хороший вопрос есть пространство естественно в мвл да к международным в международной зоне вот но мы видим что есть пространство для креативности то есть все таки когда люди добавляют дизайн я думаю что общая следующий год будет битвой дизайнов вот вы когда пойдете снимать да вы увидите концепты которые есть вот международки сейчас очень мощное шале там сделали ребята ресторан да значит зонирование вообще то есть у никого может трансформироваться 55 раз значит течение года вот есть очень очень прикольные классные концепты значит в русской в российской зоне и вы увидите что вот если вы поменяете то что вы делаете значит по ценовой категории по дизайну то что вы продаете и сделайте свое место привлекательным у вас могут отличаться значит результаты там до 14 раз понимаете и это нужно знать соответственно я думаю что нету может быть площадей как таковых но точно в тех которые есть площади есть возможность увеличить средний чек это сто процентов мы видим как выстреливают как только попадают да вот стрела в стрелу то мы видим насколько это сильно различается они же рядом находятся и мне нравится что у нас так как мы по продуктовой матрицы не создаем конкуренцию да то есть это все комплементарное то по дизайну и по умению продавать эта конкуренция и ты должен как на горе быть ярче и пахнуть сильнее поэтому давайте немножко покупателя это наш все большому счету если не будет покупателя и не будет того которому нужно но все же вы уже обозначили что например для для пассажиров кстати пассажир гость покупатель как у вас мы используем да все эти все эти кормилиц не на самом деле в авиации есть король и королева да значит король это пассажир королева это авиакомпании вот и наша задача чтобы и тому и другому было уютно и хорошо да потому что вообще за все платит пассажир он купил билет часть билета пришло ко мне он купил какой-то товар часть пришла к нам то есть пассажир в итоге является конечно тем кто за все это платит дальше вопрос платит ли он добровольно платит ли он с радостью и тоже это же тонкости работы да ну вот какой портрет среднестатистического покупателя пассажира в аэропорту а вы знаете здесь такого нет через нас летает вся страна через нас летают и зарубежные как бы коллеги соответственно сейчас авиакомпании с учетом низкобюджетных авиакомпании да то есть лоукостеров есть предложение на любой вкус соответственно мы видим по ценникам что 20 процентов из тех кто через нас летает могут себе позволить прямо в разы больше потратить денег 20 процентов это такой средний чек но который не является средним чеком в обычной жизни да и 40 это то что мы бы назвали так скажем люди которые принимают решения так сильно-сильно долго подумав вот но в принципе все они обладают покупательной способностью и мы видим по своим арендатором что есть возможность найти то что они бы хотели купить на самом деле если ты работаешь в мифе которые обычно говорят про аэропорт принципе как и вы тоже когда мы беседовали говорили про воду за 500 рублей в современный аэропорт в такой концепции не выживет но это нереально да то есть вода должна быть там в районе сотки может быть да и все остальные товары такие же вообще когда мы разговариваем с арендаторами мы им говорим смотрите есть город вы можете отличаться на 10-15 процентов да это нормальная история вот но тогда вы продавайте то что он просто не может купить еще потому что у вас какой-то эксклюзив на если этого нет то вот так вот задирать прямо цены и потом не работает кого-то история про обман то есть это вот на самом деле в основной массе мы в итоге формируем покупателя такого который там экономный который рациональный и старается там условно свою воду выпить перед входом совершенно верно да или покушать перед тем как вы приедете не терять в итоге тот потенциальный трафик нету не отучает людей более расслаблен либо сфотографировать что то и потом прилетев купить по своим каким-то дисконным картам я говорю у нас результат который мы видим повод росту чека да по конверсии там 70 процентов мы видим что мы точно подобрали арендаторов которые в состоянии вот это все улавливать но они должны конечно докручивать кастомизацию да и вот эта кастомизация персонификация продаж чрезвычайно важно чрезвычайно важно еще раз в аэропорту люди тратят деньги до самые вот именно в вашем аэропорту где больше в итоге остается денег там грязный в чистой зоне здесь тоже понимаете есть площади разного объема да как я говорил если мы допустим грим про большие площади да то конечно там генерация на на больше будет у нас в ритейле если мы говорим про fnb то есть островные концепты да которые генерал островки да то есть там по нескольку метров турги нет очень много но мы видим что ритейл обгоняет fnb тоже если концепт совпадает с тем кто летит да то есть с сезонностью мы как-то проводили анализ да у нас значит съели борща значит где-то с размером с это называется кашалот вот это животное потом у нас выпили кофе и вина на три заправки boeing три семерки значит и и пельмени у нас съели на несколько фух вот поэтому если мы когда смотрим как эта штука работает да короче ей есть куда еще прогрессировать а если все-таки о покупателях вот смотрите у вас здесь рядом экспо форум да ну понятно что у нас то есть у нас получается есть там посетители выставок туристы классический бизнес трафик да вот все таки вот если вот по таким трафиком вот прорабатывать вы какие-то рекомендации даете в своим здесь покупают люди которые как так скажем обычные обычные люди да вот самая для нас одна из точек роста и проблем которые мы хотим решить это как заставить здесь больше тратить денег людей из бизнес-зала потому что когда бизнес-зал человек попадает вообще на западе даже есть такое как бы термин ловушка да то есть они попадают в ловушку то есть чтобы оттуда сейчас мы сделали как если гора не идет магомеду магомед идет горе мы сейчас поставили несколько концептов в бизнес-зал обычно это делается вендинг там типа икра да но мы сделали пошли дальше и мы увидели что продажи идут очень хорошо мы наверное сделаем сейчас насыщение этих бизнес-залов по концепту 80 на 20 есть такое правило это 20 процентов товара дает там 80 процентов значит по выручке и мы нас этим как бы это тоже вообще основные покупки делают пассажиры которые летят с обычными билетами на то есть а бизнесовая часть она более такая как бы у нее другой как бы путь вот с другой стороны мы видим что может быть они покупают проходя магазин ритейловый до который бокс руда то есть там они тоже делают покупки вот но с точки зрения еды чтобы еще раз их там значит привлечь и купить какой-нибудь стейк или пельмени это нужно научиться как это делать для вас сейчас задача такая на следующий но насколько знаю вас еще есть мы уже посмотрели то есть я прилетела и мы увидели как раз от магнит-сити несколько ресторанов да да несколько ресторанов но это получается зона прилета для меня это было немножко удивлением что столько сразу много ритейла ну вот как бы люди как-то были уже прилетел человек вроде как по своим делам поехал да то есть все равно задача не происходит совсем и более того очень много людей которые допустим из офиса туда приходят да да есть встречающие провожающие которые там ждут кого-то или проводили там потом сами пассажиры когда они выходят и видят вот вот это все да то есть он говорит так это я для дома возьму тут я перекушу они смотрят на ценники да если там все нормально и зачем я буду где-то что-то там искать мне сейчас вот ехать то есть они экономят время да здесь принципе под любой вкус есть если вы хотите недорого ну зайдите там вкусные . да там если вы хотите посидеть вот пожалуйста ресторан то есть если вам нужны какие-то первые необходимости до примерно вы все здесь можете приобрести учитывая нашу ценовую политику да как мы говорим по отношению к городским ценам вы проголосуете рублем там очень хорошо работает это все мы уже немножко поговорили на тему операционного бизнеса то есть все таки насколько там сложно работать а сколько сотрудников сейчас непосредственно работает именно с торговыми объектами вот вы сказали что в сумме 12 тысяч давайте 4000 плюс 8000 у нас 12 половиной тысяч те площади которых располагается ритм а вот именно по сотрудникам количество людей количество людей которые с нашей стороны работает 6 человек количество людей которые работают наших арендатор 400 и мы на самом деле воспринимаем эту цифру как 6 плюс 400 потому что если ты правильно с ними распределил все свои обязанности да то есть не все делаем мы то есть допустим мы делаем аналитику но у каждого арендатора есть свои аналитики поэтому по большому счету коллеги которые работают в аэропорту вот шесть этих человек которые генерят такое количество денег они имеют как бы такой сетевой эффект со всеми теми мозгами до которые располагаются и принимают решения все главная задача что и когда кстати забыл упомянуть что задача чтобы с нами разговаривали да поэтому когда мы говорим что к нам кто-то встает федеральная сетка или локальная сетка главное условие мы будем общаться то есть нельзя так чтобы ты в табличке где-то в excel оказался в серединке этого не занимаюсь здесь постоянно надо заниматься и поэтому при сотрудниках 6 и 400 на самом деле это 6 плюс 400 и плюс еще штаб-квартиры которые работают над тем чтобы здесь сделать чтобы она была оптимальна и правильно зарабатывали поскольку года работает магнит сити вы несколько раз его упомянули вот это сотрудничество на было и для медмитра пилотным для вас это немножко необычно я на самом деле в хабаровске вот увидела подобный проект когда в новом аэропорту появились ребята местная сеть она стала и вот как вы можете сейчас оценить этот проект спустя год и ну как-то поделитесь какими-то идеями на эту тему я начну немножко с предыстории то есть мне хотелось понять так как город в санкт-петербург является уникальным с точки зрения туризма где находятся эти границы с точки зрения покупательной способности сколько людей готовы потратить 50 рублей сколько готовы 5000 сколько от 20000 да и мне нужен был концепт который все это может прокачать до соответственно у нас как бы из акционеров и партнерства я видел что есть группа магнит да то есть и я обратился во время петербургского международного экономического форума киану дюнингу и мы с ним проговорили 15 минут пока шли от одного его интервью к другому его интервью после этого в машине со мной уже разговаривал руслан значит и мы осенью открылись то есть мы в июне поговорили осенью открылся магазин они отработали полный цикл они очень довольны и так понимаю результатами тогда мы еще раз встретились я нам дюнингом еще на 15 минут в бизнес-зале я говорю может быть нам как-то продолжить сотрудничество гайда давай косметика я говорю а у нас вот ваши говорят там косметика там непонятно сейчас все все будет мы открываем магнит косметик в пятницу на этой неделе вот поэтому значит это абсолютно уникальное как бы сотрудничество и конечно вот это вот гибкость магнита в том плане как они подбирают ассортимент ценовая политика все позволяет достигать просто фантастических результатов я очень рад что мы с ними посотрудничали я считаю что это просто какая-то новая история и мне я видел такого рода концепты в других аэропортах мне всегда не нравился немножко снобизм и высокомерие тех кто это делает потому что выставлены в основном премиальные истории зачем то есть через меня летают все я хочу чтобы вы для всех было все да соответственно вот эта концепция показала что она работает в разы в десятки раз лучше чем как вы думаете почему вот все таки почему так происходит почему действительно в аэропорту зачастую невозможно купить обычную воду это политика аэропорта смотрите у нас вот неоднократно завода трогали вот сейчас вода это ваша стена нашего да да вот вы ее продаете в аэропорту только вашу воду или есть рука вода есть вода допустим куда премиального да там сорта мы такую не производим поэтому она есть да в основном и конечно попросили арендаторов пойти нам тоже навстречу и воду завести мы вообще говорим давайте так вы занимайтесь тем где нужны мозги да как бы воду налить мы сможем сами дальше мы с помощью этой воды делаем и рекламу аэропорта да и делаем нормальную ценовую политику то есть она стоит там 100 120 рублей для соответственно люди спокойно как бы идут с этой бутылкой все везде показывают и ты понимаешь что ты есть более того мы посмотрев на этот успех стали делать и другие значит вещи ну мы делаем у нас есть толстовки футболки у нас есть кружки есть брелки очень многие там охотятся за определенного то есть такая аэропортовая тематика и она качественная сюда мы стали это и на подарки раздавать и у нас был проект взлетная полоса у нас 860 студентов прошло через наш аэропорт в этот сезон мы всем им там все это повыдавали соответственно как бы ты появляешься в пространстве да и ты появляешься не так что вот как-то ну вот можно подарить наверное картина тоже хорошая вещь да но ты с ней везде не походишь да вот откаты отдел футболку и тостовку увидела там 150 человек значит и мод в такой концепции работы поэтому арендаторы соответственно мы говорим что покупательная способность из вся это тоже кстати студенты делали проект обычно опрос чтобы понять какие интересы в аэропорту происходил там на объеме 500 человек ну то есть приходили консультанты смотрели 500 человек там 600 и говорили но от вас вот так и мы поставили цель опросить 10 тысяч человек пришла группа ребят значит и стали этим заниматься во первых многие кто не покупают попробуйте задать вопрос почему он не купил то есть он принял решение не покупать не разговаривать там помните как две этих обезьянки да там не слышу не вижу не говорю да эти ребята как бы сумели всех разговорить в итоге после их работы после этих 10 тысяч высокий сезон когда в августе пролетает вся страна и все виды и геологов значит и академиков и бизнесменов да мы получили полную картину после этого мы оттестировали все концепты и выбрали то что больше всего и вот стой поры края это вот они виноваты в 60 процентах замен на самом деле работает это все уже как часы но мы сейчас с вами общаемся уже там середине декабря планы все активно сейчас рисуют многие стратегические сессии готовится хоть у нас вроде как час немножко не принято может быть надолго и сильно загадывает силу разных причин вот но какие новые проекты сейчас планируете о чем бы может быть захотели бы поделиться с нашими зрителями да мы планируем что у нас будут новые значит точки да и по fmb будет магнит косметики уже говорил мы открываем эту пятницу плюс у нас до крутится концепция шале которая стоит значит международки плюс мы скорее всего оживим угол который есть на прилете то есть спрос ну их кажется много на самом деле не хватает мы это видим по тому сколько вы люди продают мы все мы видим примерно что там можно еще добавить или нельзя вот соответственно появится новый концепт и следующий год я думаю все таки будет годом дизайна то есть сейчас из-за того что люди заводят новый на арендатор заводит новые дизайны которые видно вы приходите вы видите много людей поменьше людей то я думаю начнется внутренняя конкуренция вот этого и я предлагаю вам просто перед высоким сезоном перед июнем до приехать и принять так сказать работа да скажите насколько они подготовились как раз мы это понимаешь как раз в июне еще большой пассажиропоток вот и этого плана но они готовятся до цели результаты можно подвести будет 15 сентября мы можем принять как сказать внешний вид и как они подготовились кто доживет значит до конца августа и останется в победителей а вы прямо все-таки на встречу рекомендуется как все-таки ведь все-таки у нас есть такая история как ригидность во многих предпринимателей в том числе то с работы давайте не будем трогать в данном случае вы как спланируете поспособствовать тому что вы все-таки в дизайна не пошли суши у нас нам повезло вот и богу смотрите в наши магазины за это время зака видно и все что сейчас происходило было проинвестировано 1 миллиард рублей да и люди инвестировали и в дюти-фри на инвестировали в точку в новые точки да и мы видим что инвестиции вот в эту точку не не прекращаются ни на миг у нас если взять доходы аэропорта то 18 миллиардов порядка 18 будет общие доходы порядка где-то 4 2 4 3 будет не авиационная коммерция где-то внутри двушка будет как делаться значит нашими арендаторами но они генерят на этой территории это около шести миллиардов соответственно люди которые имеют такие обороты и такую рентабельность да они конечно очень много работают и мы всех обязательно похвалим и наградим вот под конец года потому что реально это уникальная абсолютно история она очень такая вот постоянно нужно постоянно постоянно вы не можете отпустить руль и как поедет да здесь нельзя так вот мы видим что как бы они на вот это на вот этом будут концентрироваться работы и мы на самом деле больше им подсказываем про профиль пассажира если я знаю что у меня в следующем году допустим появится там не знаю там саудовская аравия или там другой вид перемещения там в оман полетят люди или допустим мы видим что регионалка из того что заявил аэрофлот или другие его компании там и сэвен утр значит наши ведущие как бы перевозчики будет работать в какие-то регионы то естественно они должны предварительно все это дело просмотреть если у них там есть данные или найти данные они должны понять как надо будет продавать с тем людям и тому профилю как который вы говорите который там есть благо что у них уже наработанное есть они просто нужно знать кого мы ждем дизайн понятно будем ожидать изменения но все же какие бренды вы видите потенциальными партнерами ваш ваших проектов и тут еще такой момент мы все-таки находимся в санкт-петербурге я например человек который там периодически сюда приезжай со мной у меня есть там некоторые дизайнеры там ли еще кто-то которых много в санкт-петербурге я прям конкретно в их магазин приезжай вы как-то ищите какие-то специальные проекты на эту тему поделитесь может быть такими направлениями мы наверное в отличие от каких-то других там историй мы прямо ходим и просим кого-то прийти к нам да то есть мы знаем что вот есть рестораны которые здесь живут по 15 лет значит я уверен что у них есть своя публика и они точно придут да и если особенно это касается какого-то сегмента премиального да то есть мы пойдем именно к определенной марки я не могу их называть именно почему потому что она зову одного другие обидятся только в этом причина вот но вы их увидите всех по дороге да значит соответственно питер является уникальной столицей значит по ресторанам да соответственно в этом плане вообще проблем ноль и мы всех приглашаем и объясняем и помогаем и так далее вот и у нам стоило определенных усилий убедить чтобы к нам пришли но когда пришли как бы все стало как бы хорошо с точки зрения ритейла на travel ритейла посложнее да как бы это все-таки глобальные более глобальные истории лучше бы чтобы с мировыми логистическими поставками честно говоря а вот по идее лучше бы ближе сюда на потому что человек даже когда улетает он хотел бы наверное из питера улетая все-таки как-то чуть кусочек питера еще получить но это не обязательно что должна быть к это питерская чистая история с корюшкой да там но это должно быть ну какой-то выбор чтобы он мог выбирать к дочке есть выбор он выберет да ему выбор вот соответственно мы ходим ищем показываем раз рассказываем кого-то нам удалось кого-то нет еще там нашим или все это примерно как интервью там взять там не знаю брэд пита да то есть но постепенно когда они видят как это все работает они начинают осознавать что здесь быть круто и единственное что мы не допускаем шоурумов да то есть иногда люди делают они платят как бы то что это просто реклама в аэропорту в на другом носителе ты бы заплатил за экран цифровой одну сумму денег как ты стоишь как будут нас должны продавать то что мы получаем концессию с продаж вот и пока я всех кого мы пригласили из местных игроков и даже не местных региональных игроков мы смотрим в других регионах концепты которые есть да у нас микс будет и федеральные глобальных питерских региональных вы все это как бы тоже увидите вот это все работает очень хорошо помимо ресторанов помимо ритейла все-таки зачастую здесь особенно вот когда люди там долгое время между рейсами проводят какие еще сервисы для комфортного пребывания в терминале том числе при длительной пересадке вы организовываете хватает ли их но у нас есть и отель да есть которые мы оперируем да у нас есть внутри там капсульный отель это не супер большая к эта история и на самом деле когда получается трансфер у человека прям совсем много времени да люди успевают до города доехать погулять и вернуться здесь недалеко тоже есть разные торговые какие-то центры да вот поэтому в принципе есть что делать и навряд ли люди как бы сильно останутся в аэропорту более того чаще всего этот трансфер самотрансфер то есть у нас просто так подобраны авиакомпании что вы скорее всего прилетите на каком-то значит на какой-то авиакомпании а потом выберите наиболее дешевый очень много сама стыковок которые люди определяют вот и чаще на самом деле трансфер происходит больше заходом в города то есть люди говорят если я куда-то лечу я хотел бы в питере там два-три дня побыть или там до недели да и потом уже полечу дальше вот но для нас конечно было бы здорово если бы был еще и трансфер внутри потому что пассажир который трансферный пассажиром тратит денег примерно в два раза больше чем тот который вылетают point to point . . знаете такое погружение меня получилось непривычный для меня ритейл на самом деле еще я немало посмотрю и часть того что я увижу вы уже там на самом деле посмотрели я наверно в финале нашего интервью таким обратилась к вам с предложением пожелать себе там через какое-то время увидеть что-то вот что вы хотите увидеть в рамках вот пятилетия например вашего пребывания здесь на посту там генерального директора пулкова что прям такого хотелось бы изменить сделать и его что вы верите в части аэропортов но я верю что аэропорт обладая структуре своей 12 индустриями всегда будет очень не скучное место и счастье аэропорта пулкова и питера что здесь всегда будут пассажиры когда есть пассажиры то естественно ты можешь на этом делать определенный бизнес но бизнес весь настроен на то чтобы было настроение ощущение это все про экономику впечатлений вот соответственно я хотел бы чтобы в будущем у нас был диверсифицированный трафик чтобы мы не были бы донорами а были именно полноценным трансферным пунктом когда можно улететь в любую точку страны и за рубеж и когда рынки поменялись из европейских на азиатские значит и ближний восток да там же вообще-то ни много ни мало живет 3 миллиарда 400 миллионов человек вот то международка восстановится просто в другом формате тогда аэропорт станет в своей классической манере то есть у него будет 60 доместика 40 международки а в не авиационной коммерции мы должны с 30 процентов прийти к 40 или 50 и тогда будем считать что мы победили спасибо большое за такой там активный разговор много интересного и нового для себя узнала и надеюсь что наши слушатели тоже смогли почерпнуть для себя какие-то нюансы не может быть поверить то что такие проекты для них тоже будут перспективными интересными линит еще раз спасибо спасибо большое ну что ж диалоги о ритейле посмотрели очередной объект и ритейл разных своих проявлениях мы стараемся собирать на наших страницах смотрите нас на youtube-канале читайте сайт retail.ru спасибо что с нами